Субтитры создавал DimaTorzok На то, что эти выборы имеют для Азербайджана особое значение, с самого начала указывало многое. В первую очередь их статус – досрочные. Первая причина досрочных выборов в том, что страна вернула ранее оккупированные Армении территории. Площадь стала больше. А в сентябре прошлого года Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет. Объявил о начале антитеррористических мероприятий. Действия завершились спустя сутки фактической капитуляции НКР. Мы в своей земле очистили наши территории от террористов. Более 15 тысяч армянских вооруженных сил на 23-й год присутствовали в Азербайджане. Хотя в декларации от 10 ноября 2020 года требовалось, чтобы они должны были вывезти. Поэтому перед нами стоит большая задача. Этот путь по восстановлению оккупированных территорий. С кем пойдет азербайджанский народ? Как пойдет? Кому доверить свою судьбу азербайджанский народ? Это очень важный момент. Идти дальше азербайджанский народ решил вместе с Ильхамом Алиевым. Он возглавляет страну последние 20 лет. По предварительным итогам голосования на этих выборах Ильхам Алиев набрал более 90%. Это значит, что следующие 7 лет страна будет развиваться под его руководством. Сделать предстоит многое. И это многое в первую очередь связано с восстановлением возвращенных территорий. Побывавшие там дипломаты неспроста назвали их Хиросимой 21 века. Есть такое понимание. Говорят, что одно дело подняться до вершины, а второе дело уметь закрепиться на этой вершине. Теперь у нас стоит более сложный период, не менее сложный, чем предыдущий первый этап. Мы первые должны обеспечить возвращение всех беженцев на свои родные земли, свои родные очага. Семь городов уничтожено азербайджанских. Ни одной инфраструктуры не осталось. Вы помните, мы говорили об этом, что дипломатический корпус, когда посещал Ахдамский район и другие оккупированные территории, они говорили, что это Хиросима 21 века. Поэтому нам необходимо в первую очередь восстановить эти разрушенные, до основания разрушенные, я особо хочу на это отметить, до основания разрушенные территории. На возвращенных территориях предстоит не только восстановить инфраструктуру, возродить народное хозяйство. Главная проблема сейчас – это минные поля. Нам необходимо очистить от мин заминированные эту территорию. Хотя армянская сторона нам передавала как будто эту карту минных полей, но там присутствовало по их счетам где-то 400 тысяч мины. А по нашим данным, там, значит, они установили более миллиона, более миллион двести мин. А карты, они не точные, они условные. Их вероятность, точность составляет всего 25%. Всего 25%. В разминировании нам помогают многие страны – Турция, Великобритания, Россия и другие страны помогают. В прошлом году на этих минных полях взорвались, за три года после освобождения Карабаха, между 2020 и 2024 годами, за три года подорвались на мине 275 человек. Из них только 50 – это в прошлом году было. Два журналиста подорвались на этих минных полях. Семь мирного населения подорвались. Только что потери Азербайджана даже после войны очень большие. Явка на этих выборах в Азербайджане, по предварительным данным, превысила 76%. Впервые за всю историю своей независимости Азербайджан голосовал в полном составе. Выборы прошли на возвращенных территориях. В Карабахе было открыто 26 избирательных участков. По данным ЦИК Азербайджана, явка стала одной из самых высоких по стране именно в Карабахе. В Ханкинде уже через два часа после начала выборов проголосовали порядка 30% избирателей. Именно в Ханкинде приехал утром и Ильхам Алиев с семьей, чтобы проголосовать на местном избирательном участке. Обычно он голосует на участке в школе номер 6 Баку. Однако в этот раз азербайджанский лидер символически выбрал именно Ханкинде. Город, в котором он 15 октября 2023 года собственноручно поднял государственный флаг Азербайджана в знак полного восстановления контроля Баку над Карабахом. Затем, как голосует Азербайджан, наблюдал весь мир. Сотни наблюдателей от различных организаций посетили избирательные участки. Все отметили высокий уровень организации и чистоты прошедшего выборного процесса. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли в полном соответствии с европейским и мировым стандартом. Мы посетили 42 участка и внимательно следили за ходом выборов с утра и до 17.00. Избиратели, особенно женщины, проявили большую активность. После Карабахской победы Азербайджан пережил настоящий праздник демократии. Эти выборы имеют важные значения для будущего Азербайджана и тюркского мира в целом. Наблюдатели присутствовали не только на участках на территории Азербайджана, но и за его пределами. В частности, за ходом голосования на участке, образованном в посольстве в Кыргызстане, следил наблюдатель от МПА СНГ. По моему наблюдению, и как вы сами видите, участок оборудован всем необходимым. Есть условия для тайного голосования, есть стенды информационные с кандидатами президента, есть схема голосования, проводится маркировка, проверка граждан с паспортами, выдаются билетни и в целом организован процесс избирательный в соответствии с законодательством Азербайджанской республики. На следующее утро после выборов Ильхам Алиев уже принимал поздравления от президентов ряда стран. Состоялся телефонный разговор с главой Кыргызстана. Садыр Джапаров поздравил Алиева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал дальнейшего процветания и развития братскому азербайджанскому народу. Стороны также обсудили актуальные направления Кыргызско-Азербайджанского двухстороннего сотрудничества и перспективы совместного взаимодействия.